Привет, дорогой зритель! В моих руках полноразмерные беспроводные наушники MixDare E10 с поддержкой аудиокодека APTX, активным шумоподавлением, быстрой зарядкой и временем автономной работы до 30 часов. Присаживайтесь поудобнее. В этом видео я, как всегда, быстро и емко выскажу свое мнение и поделюсь опытом использования беспроводных наушников. Поставляются наушники в красивой черной коробке. Спереди нарисованы сами наушники, а на торце главные преимущества. Активное шумоподавление, Bluetooth 5.0, автономность до 30 часов, быстрая зарядка, а также чехол для переноски и хранения ушей. К слову, чехол сделан из материала, который по текстуре напоминает натуральную кожу. Сделан стильно и качественно. Хотя все же стоит сказать, что в первый день после распаковки присутствовал незначительный запах, но по истечению двух дней он ушел. Как вы наблюдаете, в комплекте также имеется кабель питания microUSB для зарядки устройства, аудиокабель 3,5-мм длиной полтора метра, аудиопереходник для прослушивания музыки в самолете и руководство пользователя на русском языке. MixDare E10 создает впечатление качественных и дорогих беспроводных ушей. Чаши из металла и пластика. Амбушюры и оголовье из качественной искусственной кожи. Крепление чашек металлическое с красивой рельефной текстурой. Стойки тоже сделаны из металла в сочетании с пластиком. Оголовье выполнено из мягкой искусственной кожи, под которой примерно сантиметровый слой поролона. Стойки увеличиваются на 3 сантиметра. Внутри имеются специальные металлические фиксаторы. Размер чаши наушников, на мой взгляд, оптимальный, как раз под мои уши. Дополнительно на мягкой ткани внутри чаши присутствует маркировка левого и правого наушников. В целом, посадка на голове удобная и при использовании на протяжении нескольких часов уши не потеют. Что касается органов управления, то они в основном сосредоточены на правом наушнике. Кнопка питания, она же Play Pause, рядом индикатор подключения устройства, две клавиши регулировки громкости и переключения треков при длительном нажатии. Трех с половиной миллиметровый вход для проводного подключения, отверстие под микрофон и кнопка включения активного шумоподавления, возле которой имеются индикаторы работы режима. На торце левой чаши микро-USB порт для зарядки встроенного аккумулятора на 500 мАч, а также индикатор состояния процесса зарядки. Время до полной зарядки 2 часа, тогда как время воспроизведения треков составляет до 30 часов. Также немаловажным преимуществом наушников является поддержка быстрой зарядки. Достаточно поставить наушники на зарядку до 5 минут и получим до 2 часов проигрывания музыки. Круто, не правда ли? Что же касается подключения к смартфону, то оно происходит достаточно быстро. Например, у меня к Android смартфону они подключаются по аудиокодеку APTX, а вот к iPhone по AAC кодеку, что также неплохо. Теперь о главном. Звук. Благодаря 40-мм драйверам с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц, звук мне понравился. Особенно в беспроводном режиме подключения с выключенным режимом шумоподавления. Во время прослушивания треков сразу ощущаются хорошие басы, они яркие и плотные. Хотя стоит отметить, что лучше всего наушники воспроизводят мид-бас. Что касается более низкочастотного диапазона, то хотелось бы в звучании слегка добавить объема. Хотя, впрочем, это довольно сильно зависит от той или иной композиции. Тредние частоты детализированы, а что касается высоких частот, то в режиме активного шумоподавления они звучат слегка приглушенно. Работа микрофона удовлетворительная. Слышно как меня, так и собеседника. Нормально. Вот, собственно, пример работы микрофона беспроводных наушников Mixder и 10. Раз-раз, яйца тряс. Если во время прослушивания музыки задействован режим активного шумоподавления, то в звучании еще чуток прибавляется низких частот. Хотелось бы подчеркнуть, шумоподавление реально работает и отсекает низкочастотный спектр шума извне. В то же время, никоим образом не сказывается на громкости звучания. Если коротко, то режим шумоподавления работает мягко и ненавязчиво. Да, немного страдает детализация звучания, но если нужно чуть больше низов, то можете его смело задействовать. Стоит также сказать, что наушники поддерживают аудиокодек APTX-LL, благодаря которому качество передаваемого звука сравнимо с проводными игровыми гарнитурами. В том числе, благодаря данному аудиокодеку, задержка звука в играх незаметна. Играть комфортно. Признаюсь честно, наушники мне понравились. Они сделаны качественно, имеют удобную посадку и при наличии аудиокодека APTX звучат весьма достойно. К недостаткам стоит отнести зарядный порт microUSB. Друзья, надеюсь, видео было полезным и ты оценишь его лайком. Тебе не жалко, а мне приятно. Оставляйте свои вопросы под видео и я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь. До новых видео, друзья!